Велосипед Проходит конаковский триатлон, который входит в зачет второго этапа Кубка Тверской области по триатлону. По традиции у нас участвуют помимо наших конаковских спортсменов из Дубны, из Москвы, Тверь. А также Балагоя, Кимры, Торжок. В регионе состязания по кросс-триатлону проходят второй год благодаря активной работе Федерации триатлона Тверской области. На пути спортсменов основная дистанция – проплыть 750 метров, проехать на велосипеде 20 километров и закрепить результат 5-километровой пробежкой. На регламенте соревнований предусмотрена и укороченная народная дистанция. Состязания зрелищные и собрали в этот день не только спортсменов, но и достойную группу поддержки. В Конаково едут целыми семьями и быстро влюбляются в здешние края. Приехали мы из Твери. В Конаково мы первый раз, болеем за мужа с доченькой. Очень здесь нравится. Не ожидали, что будет и организация такая, и красиво ездить детям погулять с семьей. Мне кажется, это идеальный вариант поддержать своих родственников. Погода радует, настроение хорошее. Всем участникам хотим пожелать удачи. Гостям соревнований в этом году достойную конкуренцию составили конаковские спортсмены. На старт вышли легкоатлеты, лыжники и пловцы, ветераны спорта и представители молодого поколения. За лидерство пришлось побороться, ведь из-за пандемии многие крупные состязания в России были отменены, а по стартам изгладались спортсмены всех уровней. Именитые триатлонисты по достоинству оценили конаковский этап. Трасса хорошая, рабочая, можно как бы подержаться за кем-то. Плавательный этап тоже. Тут просто сложно очень подобрать дистанцию где-то в регионе, чтобы был водоем открытый, где можно было плавать. Чтобы и совместить бег, и велосипед. И чтобы местные власти дали разрешение на это все. Вот так, в принципе, старт очень на достойном уровне. В числе лидеров в групповом и абсолютном зачете немало конаковских имен. Эта положительная тенденция говорит об отличной физической подготовке и выносливости местных жителей и о развитии триатлона на конаковской земле.